Это Любовь Соболь. Единая Россия предложила передать изъятые у коррупционеров деньги в пенсионный фонд. Генсекретарь Единой России Андрей Турчак заявил, что за последние шесть лет в бюджет поступило более 1 миллиарда рублей от конфискации средств и имущества, полученных в результате коррупционных преступлений. Эти деньги и предлагается передавать в пенсионный фонд. На первый взгляд это очень хорошее предложение, если бы не одна маленькая деталь. Общий бюджет пенсионных фонда России более 8 триллионов рублей. Соответственно, 1,2 миллиарда рублей хватит на выплату пенсии в течение 1 часа 15 минут. Такое дополнительное финансирование ПФР не сыграет никакой существенной роли, ведь Единая Россия это тоже наверняка понимает. Но как красиво звучит, деньги, изъятые у коррупционеров, отдадим в пенсионный фонд. И поэтому они это говорят. Другое дело, если бы в России занялись реальной борьбой с топ-коррупцией. Например, спросили, откуда у главы пенсионного фонда Антона Дроздова и его семьи семикомнатная квартира на Патриарших и дача на Рублевке рядом с олигархом Ротенбергом. Дроздов всю жизнь работал на госслужбе. Его доход вместе с женой за последние 9 лет составил 79 миллионов рублей. Хочется спросить, откуда у Дроздова, членов его семьи, имущество, которое оценивается в 970 миллионов рублей? Почти миллиард. Вот откуда? Но наши правоохранительные органы такого вопроса не задают. И единороссы в Госдуме тоже парламентскую комиссию, чтобы выяснить этого, не создают. Или вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пришел на свадьбу с фигуристкой Татьяной Навкой в часах за 37 миллионов рублей. Это часы. Не особняк на Рублевке и не вилла в Сардинии. Часы. Всего лишь часы чиновника Пескова стоит 37 миллионов рублей. И это не говоря уже про лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Или самого Владимира Путина, у которого так много успешных друзей-бизнесменов. Пока высшие чиновники могут игнорировать расследование и не отвечать по существу на вопросы про имущества, предложение в духе «отдадим деньги коррупционеров пенсионерам» можно считать популизмом. А вот реальная борьба с коррупцией дала бы эффект не только в виде изъятых дач. Экономика бы начала работать совсем по другим правилам. Выросли бы зарплаты, а за ними и пенсии. Но сейчас мы видим совершенно другой подход. Чиновники делают заявления, которые должны хоть как-то улучшить их имидж на фоне пенсионной реформы. Тот же Турчак рассказал, что депутатам предложат добровольно отказаться от повышенной пенсии. Сейчас человек, который пробыл депутатом от пяти до десяти лет, может получать пенсию в 46 с половиной тысяч рублей. Если депутат был в Госдуме более десяти лет, то 63 с половиной тысячи рублей. Для обычного пенсионера такие деньги можно сказать предел мечтаний. Но видели ли вы депутатов? У них зарплата по 400 тысяч, и это только официально. Многие из них спокойно откажутся от такой пенсии и дискомфорта не испытают. Но как будет красиво, отказались от повышенной пенсии. Просто благодетели народные. Реакция народа на пенсионную реформу по-прежнему крайне беспокоит наших чиновников. Отсюда и попытки показать, что депутаты думают о людях и на себе готовы экономить. Но не думаю, что это даст какой-то серьезный эффект. Потому что ответа по существу на вопрос, а откуда квартира семикомнатная, до сих пор нет. Курс евро превысил 80 рублей. Доллар достиг рекорда 2016 года и теперь стоит более 69 рублей. Почему же рубль стал обесцениваться? Одна из главных причин – новый виток обострения отношений России с Западом и угроза введения новых санкций. В среду, 5 сентября, полиция Великобритании раскрыла имена россиян, подозреваемых в отравлении экшпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти называют этих людей Александра Петров и Руслан Баширов, но допускают, что имена могут быть ненастоящими. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что считает их сотрудниками ГРУ. А вся операция по отравлению Скрипалей, по мнению Мэй, была, вероятнее всего, одобрена на высшем уровне российской власти. Получается, правительство Великобритании обвинило Россию в проведении химической атаки на ее территории. В результате этой атаки были не только отравлены бывший российский шпион и его дочь, но и погибла гражданка Великобритании. Для стабильного курса рубля нужны рост экономики и уверенность бизнеса в завтрашнем дне. А какая тут уверенность, когда Россия уже в химических атаках стран НАТО обвиняет? Так что падение курса на несколько рублей – это еще не худшее развитие событий. Но если санкции от ЕС из-за отравления Скрипалей еще только на уровне угрозы, то США свои санкции за это дело уже ввели. Их первая часть вступила в силу 27 августа. Она предусматривает запрет на поставку продукции, которую можно использовать в военных целях. Это неприятно, но не оказывает серьезного влияния на российскую экономику. А вот вторая часть этих санкций, которая может заработать уже через несколько месяцев, гораздо серьезнее. США могут приостановить дипломатические отношения, запретить экспорт в России любых американских товаров и ограничить полеты аэрофлоту. Просто представьте, что под запрет попадут все товары из США. Или в России закроется посольство США и визу придется получать через третьи страны. Вот она очередная победа наших дипломатов и результаты переговоров Путина с Трампом, которые в июле прошли в Финляндии. Когда эти санкции вступали в силу, многие не верили, что и вторая часть, там где серьезное ограничение, реально заработает. Но сейчас Тереза Мэй прямо обвиняет ГРУ. США, Франция, Германия и Канада поддерживают Британию в деле Скрипалей. Санкции явно собираются усиливать. Осталось только понять, как именно. Однако, если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. В Конгрессе США готовят еще один законопроект про санкции, и он гораздо жестче предыдущих. Один из его авторов, сенатор Линдси Грэм, заявил, что это будут санкции прямиком из АДА. В числе прочего, там предлагается вести запрет на операции в США для Сбербанка, ВТБ и других крупных российских банков. По факту, это означает ограничение на обслуживание счетов в долларах. Премьер-министра Дмитрий Медведев назвал введение запрета на работу банков или использование валюты объявлением экономической войны. А помните, как все начиналось? Футболочки про Искандеры, заявление, что санкции нам на пользу, и фраза чиновников, что санкции снимать не надо, потому что поперло село. А теперь у нас вот евро по 80 рублей и доллар по 69. 18 марта, день выбора президента, доллар стоил 57 рублей. То есть за 5,5 месяца доходы у россиян долларов снизились больше, чем на 15%. Это не считая рост цен на бензин, повышение НДС и пенсионного возраста. Как говорится, выборы прошли. Всем спасибо, теперь можно и потерпеть. Наталья Тимакова, многолетний пресс-секретарь Дмитрия Медведева, ушла в отставку. Тимакова работала с Медведевым больше 10 лет, имеет непосредственно отношение ко многим историям с ним связанным. Например, к видео, где Медведев играет бомбинтон. До сих пор смешно вспоминать. Потом Тимакова заявляла, что этот ролик с бомбинтоном был ее главной ошибкой. А еще именно Тимакова, автор фразы про Димона, которая дала название фильму про Медведева. Но вызывающие недоумения ролики и фразы про Димона – это не все, чем запомнится Тимакова. Несмотря на свой либеральный имидж, она была чиновником и вела себя как российский чиновник. В 2015 году латышские СМИ сообщили, что она и ее муж Александр Бутберг купили дом в Латвии за 1,3 миллиона евро. Бутберг при этом еще и получил вид на жительство. У пресс-секретаря лидера Единой России дом в стране НАТО за 1,3 миллиона евро. Политика политикой, а запасной аэродром в Европе – дело полезное. Многие чиновники могут это подтвердить. В 2017 году после выхода фильма про дачи и уточку Тимакова заявила, что комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно. Можно сколько угодно строить имидж европейца и либерала, выкладывать фотографии с айфоном или шутить в твиттере про котиков. Но потом уходит расследование, и ты не отвечаешь по существу на обвинение. Ты рассказываешь про осужденного персонажа, знаешь про политические мотивы уголовных дел Навального, но все равно рассказываешь. В этом тоже лицемерие нынешней системы. Не меньше, чем когда у друзей Путина и видных патриотов дети вдруг за границу уезжают. После ухода из правительства Наталья Тимакова собирается трудоустроиться во внешне эконом-банк. Там она будет работать под руководством такого же честного человека, как Медведев Игоря Шувалова. Того самого, который знаком нам по расследованиям о полетах Корги на частном самолете, квартире в Лондоне и царь-квартире Высоткино-Котельнической. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.